Привет! Это рубрика Игрушка за час. И вот такую свинку я связала, как символ следующего года. Много из вас в комментариях писали, что хотят вязать свинку, поэтому я сделала для вас мастер-класс. Пишите в комментариях, кого вы хотите вязать в следующий раз, и я буду прислушиваться к вашему мнению. Чтобы связать такую свинку, вам понадобится пряжа светло-розового цвета. У меня это пряжа джинс от Велнахеп. Также я использую нить контрастного цвета, чтобы отмечать начало ряда. Еще вам понадобится крючок 2,5 мм, синтепоновый наполнитель, две черные бусины вместо глаз диаметром 4 мм, нить для их пришивания, иглы и ножницы. Итак, сначала я вяжу для свинки пятачок, делаю 3 воздушные петли. Один, два, три. И во вторую петлю от крючка вяжу 3 столбика без накида. Один, два, три. Дальше в следующую петлю вяжу тоже 3 столбика без накида. И все. Нить вытягиваю, оставляю хвостик для пришивания и обрезаю. Откладываю его пока в сторону и буду вязать ушки. Оставляю небольшой хвостик, делаю скользящую петлю и вяжу в нее. Один столбик без накида. Три воздушные петли. Один, два, три. Дальше делаю один соединительный столбик в первую воздушную петлю. Дальше вяжу в скользящую петлю 2 столбика без накида. Нить вытягиваю, оставляю небольшой хвостик для пришивания и скользящую петлю затягиваю. Вот такое ушко получается. И я вяжу еще одно такое ушко. Дальше вяжу тело. Делаю скользящую петлю. И вяжу в нее 6 столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Стягиваю скользящую петлю. Помечаю контрастной нитью начало следующего ряда. И во втором ряду вяжу 6 прибавок. То есть в каждую петлю провязываю по два столбика без накида. Продолжение следует... В третьем ряду я 6 раз повторяю. 1 столбик без накида, 1 прибавка. Первый раз вяжу 1 столбик без накида. Следующую петлю вяжу прибавку. То есть в одну петлю вяжу 2 столбика без накида и повторяю так еще 5 раз. 1 столбик без накида, 1 прибавка. Провязала и в четвертом ряду я 6 раз повторяю. 1 прибавка, 2 столбика без накида. В первую петлю вяжу 1 прибавку, то есть 2 столбика без накида в одну петлю. И в следующие 2 петли я вяжу по 1 столбику без накида. И так повторяю еще 5 раз. 1 прибавка, 2 столбика без накида. Провязала и дальше в пятом и шестом ряду я вяжу по 24 столбика без накида. То есть в каждую петлю я вяжу по 1 столбику без накида. Я уже провязала пятый и шестой ряд. И теперь нить вытягиваю. Не обрезаю ее. Потом я буду продолжать вязание. Забираю контрастную нить. И теперь буду пришивать пятачок, глазки и ушки. И так связываю этот хвостик, который идет от центра вязания, узлами и обрезаю. Здесь у меня нить от вязания. Я ее направила вниз. Дальше вот эти 3 петли я трогать не буду. В центр пришиваю 2 средние петли пяточка. Здесь у меня 6 петель. Следующие петли я пришиваю сюда. Это сюда. Эти 2 сюда. И это сюда. Вот 3 петли свободные. И так у меня получается, что первая петля находится возле этого места. Ввожу сюда иглу. Дальше вывожу в отмеченное место. Буду пришивать все петли за задние полупетли. Захватываю заднюю полупетлю. И возвращаю с иглой обратно. Дальше вывожу иглу из центра. И пришиваю сюда 2 средние полупетли по очереди. Дальше вывожу иглу из намеченного места. Захватываю заднюю полупетлю. Возвращаюсь обратно. И последнюю петлю пришиваю там, где она лежит. Все 6 петель я уже пришила. И дальше снизу пришиваю пятачок в нескольких местах, как обычно. Этот хвостик тоже завожу вовнутрь. Связываю эти хвостики узлами и обрезаю. Дальше пришиваю глазки. Беру обычную черную нить. Вставляю в тонкую иглу. Вывожу иглу сбоку возле верхней части пятачка. Оставляю хвостик. Надеваю бусину. И ввожу иглу на ряд выше. И таким образом пришиваю глазик. Дальше вывожу нить наизнанку. Связываю хвостики и обрезаю. Таким же образом пришиваю и второй глазик. Дальше той же нитью я затемняю отверстие в пятачке и вышиваю ротик. Субтитры сделал DimaTorzok И я закрепляю хвостики и обрезаю их. Дальше пришиваю ушки. Ушки будут находиться от центра скользящей петли. Один, два, три, четыре, пять. В пятом ряду. И между ними будет пять свободных петель. Я беру нить, которая идет от центра ушка. И ввожу иглу в соседнюю петлю отметки. Дальше вставляю в иглу вторую нить. И закрепляю края ушка в соседних петлях от этого места, куда вводила нить от центра ушка. Вот таким образом. Прикрепила один край. Дальше захватываю нитью другой край. Завожу иглу обратно. И так я прикрепила второй край ушка. Теперь эти хвостики связываю и обрезаю. Таким же образом пришиваю второе ушко. Седьмого по тринадцатый ряд я вяжу по двадцать четыре столбика без накида. То есть в каждую петлю вяжу по одному столбику без накида. Я уже провязала. И в четырнадцатом ряду я восемь раз повторяю. Один столбик без накида, одна убавка. Вяжу один столбик без накида. Дальше делаю убавку. То есть две петли провязываю вместе. Делаю я это так. Захватываю сначала первую переднюю полупетлю. Затем вторую переднюю полупетлю. И провязываю их вместе. И повторяю так еще семь раз. Один столбик без накида. Одна убавка. Дальше наполняю свинку синтепоном. И вяжу пятнадцатый ряд. Делаю восемь убавок. Провязала. Нить вытягиваю. Оставляю длинный хвостик. Чтобы потом связать хвостик для свинки. Добавляю еще синтепона. И сшиваю отверстие, захватывая иглой передние полупетли по кругу. Стягиваю их. И закрепляю узлом. Дальше завожу иглу вовнутрь. А вывожу на ряд выше. От центра. Эта нить должна получиться вверху посередине спины. Затем я ввожу крючок на ряд выше от этого места. Дальше вывожу его там, где эта нить. Захватываю ее. И вытягиваю петлю. Делаю десять воздушных петель. Один. Два. Нить вытягиваю. Вставляю в иглу. И захватываю петли только с одной стороны. Дальше ввожу иглу возле хвостика. А вывожу под хвостиком. Стягиваю нить. Так, чтобы хвостик закрутился, как мне нужно. И закрепляю нить узлом. Прячу нить внутри и обрезаю. Теперь я вяжу лапки. Делаю скользящую петлю. И вяжу в нее четыре столбика без накида. Вытягиваю нить. Обрезаю. Стягиваю кольцо. Эту нить вставляю в иглу. Завожу ее под первую петлю. И возвращаюсь туда, откуда и шла вот эта нить. Вот такая лапка получилась. И я вяжу еще три такие лапки. Теперь я буду пришивать лапки таким образом. От начала вязания тела свинки я отсчитываю шестой ряд. И одиннадцатый ряд. В этих рядах у меня будет центр лапки. Между ними будет находиться три свободные петли. И в эти места я буду вводить нить, которая идет от центра лапки. А другой нитью пришивать к этим четырем точкам. И так во всех местах. Вывожу хвостик в любом месте. Этой нитью пришиваю лапку. Захватывая на лапке задние полупетли. Дальше вывожу нить в то же место, откуда идет вот эта нить. Эти нити должны выходить из одного отверстия. Я их связываю узлами. Вставляю в иглу. И через это же отверстие прячу хвостики внутри. И обрезаю. И таким же образом пришиваю три остальные лапки. Все, я лапки пришила. И вот такая свинка у меня получилась. Надеюсь, вам понравился мастер-класс. Пишите в комментариях, что еще вы бы хотели связать. А также присылайте фото ваших работ, которые у вас получились по моему мастер-классу, в мою группу ВКонтакте или Фейсбук. Ссылки смотрите в описании под видео. Мне будет очень приятно посмотреть, что у вас получилось. Спасибо, что поддерживаете меня лайками и подписываетесь на канал. Для меня это очень важно. Встретимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok